В Кирове прошла акция «Помоги детям», в ходе которой были собраны вещи для маленьких пациентов, находящихся в больницах на длительном лечении. Как откликнулись кировчане на призыв о помощи, расскажет Кирилл Сосылятин. В списке оказавших детям помощь и просто неравнодушные кировчане и представители коммерческих организаций. Некоторые шли целенаправленно, другие присоединялись к акции спонтанно. Ирине Котовой предложил помочь детям сын, узнавший об акции в соцсетях. Конечно, спешите делать добро. Есть такое выражение. Нужно на самом деле успеть делать добро. Решили как-то помочь больным детям, как-то поддержать их. Среди собранных вещей есть и хорошие, но уже ненужные и совсем новые, купленные специально для акции. Во-первых, это средства личной гигиены. Это мы имеем в виду памперсы, потому что детки, конечно, возрастная категория различная. От годика до 13 лет. Также это мыло, зубные щетки, одежда. Это колготочки, может быть, носочки, трусики. Конечно же, канцтовары всегда нужны. Также игрушки, развивающие игры различные. Все вещи будут переданы маленьким пациентам областного туб-диспансера, Таллицкого детского туберкулезного санатория и детского отделения психиатрической больницы. Дети находятся на стационарном лечении по несколько месяцев. Многие из неблагополучных семей. Организаторы акции «Помоги детям» проведут ее еще раз в конце лета. Все желающие могут оказать поддержку детям и просто обратившись в Ассоциацию медицинских сестер. Кирилл Сосолятин, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Игорь Охотников, Вести, Кировская область.